Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Если вам скажут, что эпоха стримов прошла вместе с режимом самоизоляции, не верьте, все только начинается. Конечно, я немного запаздываю, это с одной стороны, а с другой я уверен, что еще далеко не все знают, как вести один стрим сразу на нескольких платформах. Ну то есть Facebook, YouTube, Вконтакте и чтобы все это из одного источника. Поэтому сегодня об этом, да еще и в связке с OBS Studio. OBS Studio – отличная вещь, универсальная машина, как пел мальчик Бананан. Рестрим, с помощью которого мы будем это делать, тоже отличная вещь, в том числе потому что бесплатная. Но только для частного использования. Запустить, например, стрим на страницу группы в Facebook бесплатно не получится, зато на личную страницу – пожалуйста. И не только в Facebook, тут больше 30 каналов. Есть даже одноклассники, я честно говоря думал, что их вообще уже больше не существует. С Facebook и начнем. Просто добавить канал. И добавить канал тоже просто. Единственное, он предлагает страницу, в которой я в данный момент авторизован. А у меня для экспериментов есть специальная страница, на которой только один подписчик, собственно я же. Поэтому сначала сменим аккаунт. И теперь повторим попытку… О, продолжить как Вова. Отлично. Это надо разрешить. А тут как-то очень уж страшно все. Буквально мы заберем все ваши пароли, деньги и автомобиль марки Peugeot. Не знаю, вроде я не слышал, чтобы Рестрим что-то у кого-то украл, но особо недоверчивые могут, наверное, сделать не сейчас. Какие-то последствия у этого будут, но стрим на канале пойдет. Как это не парадоксально, Facebook мы уже подключили. Но разве это платформа для видеостримов? Все-таки я живу на YouTube и с ним все немного сложнее. Но совсем немного. YouTube Events или настроить вручную. Настроить вручную. Сейчас в двух словах объясню. YouTube Events делается быстро, буквально в один клик. Но вы не можете делать анонсы на YouTube, а это очень важно. Ну то есть он просто запускает видео здесь и сейчас. А фишка-то YouTube в том, чтобы взять вот эту ссылочку, как-то ее попиарить заранее. Плюс, если вы делаете анонс, каким-то подписчикам придут уведомления, что вы планируете прямой эфир. В общем, делать надо с ручной настройкой, поверьте мне. Ссылку, кстати, эту мы копируем и вставляем вот сюда. В настройке YouTube, а также мы копируем ключ трансляции и вставляем вот сюда. Здесь он называется ключ потока. Все. Сохранить и переходим к настройке OBS. Вообще у меня есть скринкаст по OBS, ссылка в описании и по-моему я там рассказываю, как настроить стрим в YouTube, то, где мы были только что. Но, честно говоря, информации тут очень много и я думаю сделать отдельный большой курс по стримам со всеми подводными камнями. Поэтому сегодня просто запустим стрим на два канала, очень по верхам. Но если будете повторять за мной, у вас все получится. Здесь нам нужны настройки. Вещание и выбираем стрим I.O. Обратите внимание RTMP. Раньше, по-моему, этого не было. Был просто стрим I.O. Дальше использовать ключ потока. Тут можно подключить аккаунт, но и ключ тоже ввести недолго. В сервер можно оставить автоопределение, хотя гуру, конечно, скажут, что нужно пинговать, выбирать самый быстрый сервер и так далее. Не знаю, я за упрощение. И дальше нам нужно вставить ключ потока. Еще один ключ и его мы берем здесь, в рестриме. Все. Как ни странно, у нас все настроено. Все готово. Единственное, можно еще подправить заголовок и description. Это появится в Facebook, в YouTube не появится, у нас он там возьмет все из подготовленной нами заранее трансляции. А здесь, сколько бы у нас не было каналов вещания, мы добавляем текст, говорим обновить все и он все и обновляет. Или можно индивидуально прописывать по каждому каналу. Все. Можем запускать трансляцию. Трансляция пошла. Сейчас раздвину немножко экрана. Вот. Внизу всякие зелененькие приятненькие огонечки побежали. В Facebook у нас трансляция уже запущена. Там, правда, задержка будет серьезная, секунд 20. Пока это не трансляция, а фотка статичная. Чтобы было ясно, что она идет, включу камеру. Ну ладно, тут задержка, в общем. Пока зайдем в YouTube. А в YouTube нам нужно еще запустить трансляцию, то есть начать эфир. На автомате он не подхватывает. И все. Мы в эфире на двух каналах. Здесь нам говорят, что у нас live уже 2 минуты 30 секунд. И по окончании трансляции мы заходим в OBS и останавливаем трансляцию. Во всех каналах, кроме YouTube, она остановится автоматически. Наверное. Все не пробовал. А в YouTube надо еще завершить трансляцию. Все. Еще два слова о настройках. Если вы не хотите ввести конкретную трансляцию в какой-то канал, его можно временно отключить. А потом опять подключить. А если никогда больше не планируете связываться с этим каналом, его можно и вовсе удалить. Очень поверхностно получилось. Вообще не коснулись настроек рестрим, а там есть о чем рассказать. В частности там отдельная тема чатов, но это уже в полном курсе, за которой как всегда голосуйте лайками и комментариями. А чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал и любите друг друга. Заохраняем зубы лайк! Продолжение следует...